Вознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Парад Победы Парад Победы Парад Под государственный флаг Российской Федерации И Знамя Победы Смирно Для встречи слева На кран Дэв МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменные группы военнослужащих батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка под музыку песни Александрова «Священная война» вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майские дни 45-го года навсегда останутся в памяти народа днями победы над фашизмом. А Красный Стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идритской дивизии, сержантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом-мелитоном Кантария, «Победным знаменем». Знамя Победы и государственный флаг. Сегодня в надежных руках рядового Алексея Факеева и сержанта Антона Михайлова. Возглавляют знамённые группы капитан Алексей Рукленко и старший лейтенант Михаил Горячев. Командует полком полковник Дмитрий Стряха. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год 9 мая Знамя Победы гордо реет на главной площади нашей страны, возглавляя парадный строй и напоминая ветеранам о славном боевом пути. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие десятилетия Преображенский полк является лицом нашей Родины. Первым приветствуют высоких зарубежных гостей, обеспечивают проведение мероприятий с участием руководства страны, в том числе у мемориального комплекса могила неизвестного солдата в Александровском саду. Сегодня этому священному для многих россиян месту исполнилось 50 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вольно! Парад! Смирно! Для встречи слева на кран! У! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска московского гарнизона для парада вознаменований 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Олег Солюков. Великой Отечественной войны Министр обороны начинает объезд парадных расчетов в войск для приветствия военнослужащих и поздравления их 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Уникальными автомобилями управляют лучшие военнослужащие 147-й автобазы Министерства обороны. Их мастерство позволяет автомобилям двигаться с одинаковой скоростью и максимальной синхронностью. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! В военном параде принимает участие более 10 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. Более 100 единиц военной техники, 72 летательных аппарата, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Российские воздушно-космические силы в ходе борьбы с международным терроризмом Показали исключительно высокое мастерство при выполнении специальных задач и завоевали уважение и любовь сирийского народа. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! За последний год в Вооруженные силы России поступило более 6 тысяч перспективных образцов вооружения и военной техники. Среди них более 470 единиц бронетанкового вооружения, 130 самолетов и вертолетов, 40 подводных и нагодных судов различного назначения. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! В прошедшем году Вооруженные силы России продемонстрировали высокий уровень боевой выучки. Являясь гарантом территориальной целостности и безопасности страны, офицеры и солдаты готовы выполнить любую поставленную перед ними задачу. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадные расчеты сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения, военнослужащих парадных расчетов МЧС, национальной гвардии, ФСБ России и самых юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, юнормейцев. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд в войск и направляется в центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона, параду победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём Победы, с праздником, величие которого определил сам народ, своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма. Триумфальная победа от этой страшной тоталитарной силы навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары, но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю и совершил, казалось бы, невозможную. Развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю. Сокрушил нацизм, положил конец его зверствам. И мы никогда не забудем, что свободы Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды. Творцами этой великой победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики. Старики и дети, люди разных национальностей, профессий, все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй мировой войны. Без сна и отдыха работали на заводах и в госпиталях, горели в танках, мерзли в окопах, тонули на переправах, прикрывали собой фронтовых друзей. Бросались в атаку и понимали, что этот бой может быть для них последним. Погибали, так и не узнав о победе, но сделали для нее все, что могли. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, праздник 9 мая мы отмечаем по всей нашей огромной стране в каждой семье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Парад смирно торжественному маршалу по батальону. На одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо, на плечо. Равнение направо! Шагом марш! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерала-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Начальник училища заслуженный артист России полковник Александр Герасимов. В этом году училище отмечает свой 80-летний юбилей. Валерия Халилова. Проходят знаменные группы знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил. Сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. На Красной площади самые юные участники парада. Проходит рота Московского Суборовского военного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков. На Красной площади воспитанники старейшего Тверского Суборовского военного училища. За эти годы училище воспитало более 15 тысяч суворовцев. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. Идет парадный расчет Нахимовского военно-морского училища. С 2016 года созданы филиалы училища в Севастополе, Владивостоке и Мурманске. Возглавляет парадный расчет заместитель начальника училища капитан первого ранга Анатолий Деревянко. Впервые на Красной площади парадный расчет созданного по инициативе Министерства обороны военно-патриотического общественного движения Юнармия. Сегодня это движение насчитывает в своих рядах более 90 тысяч юношей и девушек всех регионов страны. Возглавляет парадный строй начальник главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России право открывать прохождение. По традиции предоставлено офицером Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Олег Макаревич. В стенах академии воспитана целая плеяда прославленных полководцев Великой Отечественной войны. Большинство командного состава нынешней российской армии – выпускники академии. Более двух тысяч выпускников прославленного учебного заведения стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит парадный расчет Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-полковник Валерий Марченков. В стенах университета осуществляется подготовка офицерских кадров по юридическому, гуманитарному, финансово-экономическому и военно-дирижерскому направлениям для вооруженных сил России и дружественных стран. Торжественным маршем по Красной площади проходит Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хурулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров. Как и в годы войны, выпускники академии организуют материально-техническое обеспечение на самом высоком уровне, позволяя войскам решать поставленные задачи как на территории России, так и за ее пределами. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. Открывают прохождение офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зевров. Из стен академии вышли десятки тысяч офицеров боевого управления авиации, летчиков, штурманов, инженеров авиационных служб, военных метеорологов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Академия гордится своими выпускниками, героями Советского Союза и Российской Федерации, среди которых трижды герой Советского Союза, маршал авиации Иван Кожедук. Сегодня выпускники академии достойно продолжают доблестные традиции старших поколений. Эффективно и с высоким качеством выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и других горячих точках. На Красной площади парадный расчет военно-космической академии имени Можайского, одного из старейших военно-учебных заведений России. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Более 300 лет академия готовит военные инженерные кадры. Из них последние 50 из стен академии выходят уникальные военные специалисты ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и военно-морского политехнического института. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Александр Шевченко. В парадном строю будущие морские офицеры и инженеры военно-морского флота России. Многие выпускники прославленных военно-морских вузов стали командирами кораблей и соединений, флагманскими специалистами, видными учеными с мировым именем. В парадном строю морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской белостокской бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Лазуткин. Семь героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписанной в историю бригады. Там, где мы, там победа. Вот девиз морской пехоты со времен Великой Отечественной войны. Впервые на Красной площади 61-я отдельная Керкинесская краснознаменная бригада морской пехоты береговых поиск Северного флота. Во главе парадного расчета полковник Валерий Федянин. С 1943 года бригада стоит на страже российского Заполярья. На боевом пути бригады 127 дальних походов. Идет парадный расчет женщин-военнослужащих. В строю курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Вольского военного института материального обеспечения. Возглавляет парадный расчет полковник Олеся Бука. Впервые на Красной площади парадный расчет девушек-курсантов Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского. Во главе парадного расчета подполковник Елена Низавая. На Красной площади полк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты Военной академии имени Петра Великого. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер. Сегодня на вооружении ракетных войск находятся уникальные, имеющие мировых аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой степенью боевой готовности и надежности, позволяющие эффективно решать задачи по защите национальных интересов России. В составе парадного полка ракетных войск стратегического назначения курсанты Серпуховского филиала академии имени Петра Великого возглавляет парадный расчет начальник филиала полковник Андрей Морозов. Учебное заведение стало настоящей кузницей командно-инженерных кадров для эксплуатации всех современных типов ракетных комплексов. На Красной площади полк воздушно-десантных войск. Парадный расчет курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет генерал-майор Анатолий Концевой. Среди выпускников училища 135 героев Советского Союза и Российской Федерации. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров училище награждено орденом Суворова и двумя орденами Красного Знамени. Идут десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка во главе с гвардией полковником Романом Железняковым. Более 40 лет полк представляет воздушно-десантные войска на военных парадах на Красной площади. В годы войны личный состав полка участвовал в освобождении от фашизма народов в Венгрии, Австрии и Чехословакии. На главной площади страны парадный расчет военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко возглавляет парадный расчет полковник Игорь Иванецкий. В этом году академия отмечает 85-ю годовщину со дня образования. Эти войска в любое время способны решать задачи по ликвидации катастроф и их последствий на химические и биологически опасных объектах. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет подполковник Евгений Срослов. Благодаря слаженным и бесперебойным действиям воинов-железнодорожников, войска, действующие на фронтах, своевременно обеспечивались материальными средствами, вооружением и техникой. Идет парадный расчет Московского пограничного института ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Сегодняшние воины-пограничники надежно прикрывают рубежи Отечества от проникновения международного терроризма и трансграничной преступности. Торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Командует парадным расчетом командир соединений генерал-майор Дмитрий Черепанов. На знамени легендарной дивизии четыре боевых ордена. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России, который возглавляет генерал-майор Виктор Панченков. Выпускники Академии достойно выполняют свой долг при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществляют спасательные и гуманитарные операции по всему миру. Результат – сотни тысяч спасенных жизней. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины московского гарнизона. Мимо трибун проходит парадный расчет воинов-автоманцев во главе с командиром дивизии гвардии полковником Андреем Питаевым. На Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии имени Андропова. Парадный расчет возглавляет командир дивизии гвардии полковник Андрей Колесников. За годы войны более 50 военнослужащих прославленных гвардейских дивизий стали героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Сто лет это высокое звание носят выпускники Московского высшего военного командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Новкин. Сегодня нет ни одной воинской части в вооруженных силах Российской Федерации, где бы ни проходили службу выпускники училища. Более 90 выпускников училища носят высокое звание героев Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда. Субтитры создавал DimaTorzok военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает тысячетрубный военный оркестр Московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина. Современная боевая техника российских вооруженных сил, как и прежде, с достоинством несет на своей броне знамена и ордена гвардейских соединений и частей, прославленных в годы Великой Отечественной войны. Открывает прохождение лучший танк Великой Отечественной войны Т-34, составляющий основу гвардейских танковых армий под командованием старшего лейтенанта Николая Соболева. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронеавтомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М». Возглавляет колонну майор Александр Юрин. На бронеавтомобилях предусмотрена установка широкого спектра боевых модулей вооружения, от стрелкового до противотанкового, что позволяет применять их в различных боевых условиях. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-К» и «Тайфун-У» военной полиции Министерства обороны России. Во главе парадного расчета подполковник Александр Великанов. Бронеавтомобили стали надежной опорой подразделений военной полиции и инженерных войск в ходе выполнения гуманитарных задач в Сирийской Арабской Республике. По Красной площади проходит колонна боевых машин пехоты, ставших надежной защитой и огневой поддержкой мотострелков. В составе парадного расчета 27-й гвардейской Севастопольской краснознаменной бригады новое поколение тяжелых БМП «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3 возглавляет колонну капитан Игорь Матвеев. На Красной площади парадный расчет боевых танков 2-й гвардейской мотострелковой 3-жды орденоносной Таманской дивизии. В составе колонны современное поколение российских танков Т-14 «Армата» и основной боевой танк Т-72Б-3. во главе танковой колонны капитан Алексей Крубин. Парадный строй артиллерии представляет колонна Симферопольского краснознаменного орденов Суворова-Кутузова и Александра Невского полка в составе новейшего межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция СВ» из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Колонну артиллеристов возглавляет майор Михаил Комогоров. В основе артиллерийских систем скорострельность, максимальная точность и дальность ведения огня. По Красной площади проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На знамени бригады семь боевых орденов. Во главе парадного расчета подполковник Михаил Иванюков. Уникальные возможности комплекса для нанесения дальних и высокоточных ударов позволяют считать его лучшим в мире. На Красную площадь вступают парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск 6-й танковой Ченстоковской краснознаменные ордена Кутузова бригады. Возглавляет колонну подполковник Александр Кручиев. В колонии зенитно-ракетные комплексы «БУК-М2» и «ТОР-М2У». Последнее поколение зенитно-ракетных комплексов позволяет отражать массированные удары средств воздушного нападения противника, надежно прикрывая технику и личный состав в ходе боевых действий. Впервые на Красной площади колонна расчетов противовоздушной обороны, стоящих на охране воздушного пространства Арктической зоны Российской Федерации. Ее основу составляют зенитно-ракетные комплексы «ТОР-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА» на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. Во главе парадного расчета майор Сергей Зубков. Во брусчатке Красной площади проходит парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Парадный расчет возглавляет майор Петр Попов. В едином строю модернизированные десантные многоцелевые бронетранспортеры «Ракушка» и боевые машины десанта нового поколения БМД-4М. Парадный расчет воздушно-космических сил России представляет подразделение 93-го гвардейского зенитного ракетного краснознаменного полка колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет подполковник Олег Пиков. ЗРК «Панцирь» гордость тульских оружейников. Это единственный комплекс ПВО, способный вести прицельную залповую стрельбу в движении. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» под руководством майора Ивана Александрова. Боевые характеристики комплекса С-400 делают его лучшим в мире среди систем противовоздушной обороны. Комплекс «Триумф» способен поражать не только все средства воздушно-космического нападения, стоящие на вооружении потенциального противника, но и перспективные разработки. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом подполковник Роман Бакшин. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники перспективная колесная боевая машина пехоты на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. «Бумеранг» 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 ПЕСНЯ 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 Под музыку марша прощания славянки сводный оркестр покидает Красную площадь. ПЕСНЯ 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 Парад победы завершён! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Да здравствует 72-я годовщина Великой Победы! Итак, в Москве 10 часов 54 минуты, говорит и показывает главный канал страны, телеканал «Россия». Только что в центре Москвы завершился праздничный парад в честь Дня Великой Победы. Мы, Ольга Скобеева, Евгений Попов, вновь вместе с нами работаем в нашей студии. С праздником вас, россияне! Вся наша необъятная страна! С Днём Победы! По площадке Красной площади торжественным маршем закончился парад, шли пешие расчёты, а также боевая техника, в том числе и навеса.